Тяжко и навык страшно, зараз бадай кожному. Пандемия изменила наше житё и выконание завышенных справ часто перетворяется в соправный квест. Маски, пальчатки, антисептики сто разов на день помыть руки. И навык так нельзя гарантовать свою беспеку. Люди хворают на коронавирус, не подбегши и летальных заходов. На слыху зараз история гомельчанина, який помёр от этой коварной инфекции. Наша здымошная бригада побывала в поликлиниках и больницах и поназирала, как сегодня оказывают допомогу пациентам. Марина Джалая с подробностями. Наталья Забавчик на больничном. Повышалась температура. Урач по выклику на дом открыл лист часовой непроцездольности. Зараз пришла до терапевта. Каже, что допомога как при выклику урача на дом, так и при амбулаторном приёме оказывается вельми худка. Нияких долгих чеканев и черхов. Хочу сказать всем врачам, медсёстрам, всем нашим медикам. Большое спасибо девочке, мальчики, ребята, держитесь. Вы наша надежда, вы наша опора. А мы постараемся не болеть и выполнять полностью все ваши рекомендации. В третьем филиале Гомельской центральной городской поликлиники что день принимают от 60 до 80 человек с симптомами в острой респираторной вирусной инфекции. От 8 до 30 из них берут анализ на коронавирус. На этом тыдне и третья поликлиника отримала экспресс-тесты. Зараза згодна приказу их робить контактам першого взрывню и медицинским работникам, які оказывают допомогу пациентам с ковид. На наших врачах один з их зробили медицинской сястры. Яна была контактам першого взрывню. И гэта пауторный анализ. На счастье адмоны. Мы сейчас проведем тест на примере медсестры Ольги, которая у меня занимается тем, что обслуживает и оказывает помощь пациентам с ковидом, бессимптомным течением, а также производит забор мазков, биоматериала на ПЦР, реакцию ковида. 20-40 пациентов, что день накируют на рентген. Кольюсь, хотя бы малейшее сумнение, отправляют в стационар с санитарным транспортом, типа худкой до помозы. Даравшиеся родперсоналу третьего филиала были выявлены два выпадки захворывания на коронавирус. Але зараз больше размов о пациенте, який недавно помер от этой хворобы. Его лечили згодно протоколу спочатку амбулаторно, потом у Гомельской городской больницы номер один. Але, на жаль, выратовать мужчину не отрималося. Медицинская помощь, включая обследование лечения, была оказана в полном объеме. Но, несмотря на проводимое лечение, состояние пациента прогрессивно ухудшалось. И, несмотря на все предпринятые усилия врачи, наступил летальный исход. С чем это все-таки связано? Почему молодой организм не справился? Сложно что-то прогнозировать, поскольку от этой патологии страдают как молодые, так и пожилые пациенты. К сожалению, сложно заранее что-то угадывать в этой ситуации. Зразумело, что борьба с коронавирусной инфекцией зараз самая головная для медиков. Але лечить треба и все остальные хворобы. Пришим якосно и своечасово. Еще одна история, которая отримала резонанс об женщине, яку у Гомельской городской клинической больницы номер три, небыто отримали у кепских умовах. Поколь уся факты докладно невядомые, але администрация установы нагадывает. Коли вы зауважили, что близким людям не оказывается допомога, альбо порушаются их правы, звертайтесь до керавництва и выращайте проблему неоткладно. В отношении данной публикации могу сказать, опираясь на медицинскую документацию. В соответствии с медицинской документацией данная пациентка была выписана в удовлетворительном состоянии. И если родственники видели эту ситуацию, мне непонятно, например, почему они не обратились в администрацию, для того, чтобы мы экстренно и оперативно попытались решить те проблемы, которые они подняли в статье, которая была опубликована. Медикам зараз вельми тяжко морально и физично. Им доводится працовать во умовах великого стресса. И самое лепшее, что можно зарабить, берегшись себе и давать им меньше працы. А коли отшувайте себе кепско, неоткладно звертайтесь за медицинской допомогой. Незадоволенные призначным лечением мают право проконсультоваться у керавництва медицинской установы. Безусловно, мы выражаем соболезнования слова родственникам умершего пациента. Не только этого, но и всех умерших пациентов. Это трагедия, поверьте, это трагедия для каждого медицинского работника, для каждого врача. И это бесследно же в душе у каждого медицинского работника не проходит. Но, к сожалению, не все ситуации могут быть нами управляемы. Поэтому вот это дополнительное травмирование медицинских работников, сложившись в этой ситуации, когда они работают с повышенной нагрузкой, и в первую очередь с психоэмоциональной, да и физической, потому что работа в противочубных костюмах, но это определенные условия труда. Поэтому здесь мы выражаем слова благодарности тем людям, организациям, которые нас поддерживают и с точки зрения моральной, материальной. Говорим слова благодарности и низкий поклон. Ну и пусть останется, наверное, на совести тех, которые в сложной ситуации позволяют себе несколько другие выпады в сторону тех, кто работает действительно на передовой. Дальше по выниках работы в первом квартале, Гомель, сирот усих областных центров, мае минимальный показчик смертности насильництва у дитячим и процессдольным взрости. Марина Джала, Игорь Марышченко, Телерадо, компания Гомель.